Приветствую вас и скажите пожалуйста, все ли вас устраивает в взаимоотношениях с вашим мужем? Все ли вам нравится, все ли ему нравится? Подумайте, насколько ваш муж удовлетворен семейной жизнью с вами. Подумайте о том, насколько ваш муж осуществляет, реализует свои желания с вами. Понимаете, из того, что вы написали, можно сделать вывод, что мужчина, вот не сказать, что он вам прям обязательно изменяет. Не сказать, что он прям вот делает что-то плохое. Проблема в том, что мужчине, вашему мужу, ему явно чего-то не хватает. И именно к этому, к тому, чего ему не хватает, он и стремится. В своем поведении, конечно же. И если вы хотите сохранить свой брак, если вы хотите сохранить свою семью, то здесь не столь важно, как правильно сказал мой коллега, здесь не столь важно, есть ли у него, у вашего мужа, вот, интрижка на стороне или нет. Здесь важно другое, важно, чтобы вы поняли, чего мужчина хочет для себя и постарались ему это дать. Вот это, куда более важно, чем выяснять, есть ли у него что-то с этой женщиной, которая воспитательница или нет. Почему я вам это говорю, почему вот так лучше? Потому что от знания вам легче не будет. От знания вам, ну, никак, легче не станет. А если вы подумаете, что мужчине нужно, то вы сможете это ему дать. И тогда ваш муж просто-напросто потеряет мотивацию к тому, чтобы с этой женщиной взаимодействовать. Ну вот, сами подумайте, зачем ему вступать внутричку, если вы и так ему все даете. А вот если вы ему чего-то не даете, да, тут, конечно, есть стимул. То есть, в первую очередь, нужно именно это вам делать. Дальше. Что нужно делать дальше? Как сказал вам мой коллега, нужно работать на самооценке. Это действительно так. Действительно вам нужно больше внимания уделять самой себе. Потому что, если вы этого не будете делать, то и мужчина вам, соответственно, тоже никакого внимания уделять не будет. Ну, а как по-другому? Если вы не очень любите себя, да, если вы не добудетесь о себе, если вы считаете, что вам можно изменить, если вы не считаете себя достаточно привлекательной для своего мужа, Ну, так он и будет вести себя так, как будто вы не единственный на свете. Этот момент тоже нужно вам, конечно, продумать, то есть, с одной стороны, нужно действовать так, чтобы мужчина все-таки получал то, что ему нужно, то, чему бы он хочет, то, чего бы он хотел. С другой стороны, нужно больше времени брать на себя. И тогда у вас будет та семья, те отношения, которых вы заслуживаете, которых вы достойны. Теперь дальше. Что я вам еще раз рассказал. Вот по тексту вашего сообщения, мне показалось, что вы свой вопрос задаете эзотерикам. То есть, вы как будто хотите, чтобы вам погадали. Если это так, то повторите, пожалуйста, свой вопрос, но в разделе эзотерики. Там нам ответят, как бы это сказать, по факту. То есть, мы здесь опираемся на то, что вы нам предоставляете, на ту информацию, что вы нам предоставляете. А эзотерики вам скажут, а есть ли у него, у вашего мужа отношения на стороне с воспитателем детского сада или нет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.